Здравствуйте, уважаемые товарищи телезрители! Это община на карте. Я Андрей Эхвус, Кирилла сегодня со мной нет, потому что он в заслуженном отпуске. Будет ровно через неделю, обещаю. Вот смотрите, какая история. Вот эта улица называется улица Эльдара Рязанова. Эльдара Рязанова, дом 4. А здесь, на этой уже улице, адрес Ленинский проспект, корпус 1. Почему? Загадка. Не могу ответить. Короче, мы находимся в юго-западном округе на Ленинском проспекте. Ленинский проспект, правда, вот за теми синими домами, чуть поотдель. Но адрес, на котором мы находимся, Ленинский проспект, дом 107. Чем славен и знаменит Ленинский проспект? Но по мне так это тем, что в 60-е и 70-е годы прошлого века рабочих и служащих города Москвы выводили на Ленинский проспект с флажочками встречать иностранные делегации развитых и не очень развитых, но дружественных социалистических стран. Луис Карвалан, Фидель Кастро, Сандина. Кто только не приезжал за это время в Москву, Юрий Гагарин. И все кадры, стоят люди с ленточками, с флажками, встречают проезжающие кортежи из аэропорта Внуково в центр Москвы, в Кремль. А как мы знаем, Ленинский проспект, дорога ведет как раз туда, через Большую Егиманку, если повезет, Кремль там. Так вот, если говорить об истории Ленинского проспекта, то история, к сожалению, небогатая. 13 декабря 1957 года Ленинский проспект начал называться Ленинским. А почему? А потому что как раз в это время праздновали 40-ю годовщину с момента Великой Октябрьской социалистической революции. И кто главный человек был в этой революции? Ну, Ленин. Поэтому назвали Ленинский проспект. Никакого проспекта в то время еще и в помине не было. Было направление, которое, кстати сказать, существовало еще до 17 века. А до 17 века это как раз 1600-е года. И дорога вела из земляного города на юго-восток в Калугу. И вот как раз начиная с 1935 года юго-запад включили в генплан развития Москвы в сторону юго-запада, в сторону аэропорта Внуково чуть позже. И, кстати говоря, еще до 1960-х годов прямо посередине Ленинского проспекта, это в районе домов 70-80, была деревня большая, она называлась Семенова. Вот вы представляете, половина Ленинского проспекта не была Москвой. И только к 1960-м годам Ленинский проспект стал называться Москвой. Ну, собственно, сам Ленинский проспект проходит через четыре округа. Центральный, Южный, Юго-западный и Западный. Вот. В чем его уникальность? В том, что он идет в сторону аэропорта Внуково, и в том, что здесь, как оказалось, живут и проживают евреи в большом количестве. Много синагог на юго-западе, но в одну из самых новых, и, как говорят прихожане, в одну из самых красивых синагог, мы направимся сегодня в наш адрес Ленинский проспект, дом 107, корпус 2, а синагога называется Лофт Любавич. Я посмотрел на карте, она находится в этом красивом современном доме, только с обратной стороны. Вот. Все отделано мрамором, фасады. Здесь живут обеспеченные люди. Такой же личный комплекс, достаточно привлекательный для современных богатеев. Туда мы и направляемся, и приглашаем вас, уважаемые телезрители, проследовать за нами. Музыка. 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 Ради. Приятно познакомиться. спасибо что в конце концов доехали до нас я андрей кирилл будет только через неделю он в отпуске ничего я думаю что разберемся придать ему огромный привет от меня хорошо это очень-очень необычный стиль что можно сказать по поводу нашего лофта это лёг любович но для большинства известно как лофт как вам видно это мы построили под стил стилу лофта и это то что хотели чтобы люди когда они заходят сюда чтобы они это почувствовали такие высокие потока так что спасибо что сразу заметили вот именно то что нам бы хотелось чтобы у людей было в голове когда они сюда заходят я по первому образованию инженер-строитель и поэтому любой человек который бы хотел из этого помещения добывать какие-то средства но вот я вижу вот это несущая балка перекрытия вот это несущая балка перекрытия кладут какие-то опоры и делают второй этаж вы же этим поступились ради вот воздуха и ради того чтобы здесь все заходили говорили вау я не первый кто так сказал наверняка да нет спасибо все так и говорят но нам очень важно ваше мнение тоже поэтому спасибо за такие слова на самом деле сам человек который тут помог в плане видение как все тут красиво сделать в этому стилю он тоже является евреем мы все еще живут в москве и благодаря ему нам повезло вот в этом плане все сделать как положено это дизайнер который разрабатывал да дизайнер местный дизайнер который разрабатывал все эти детали и помог нам в течение я бы сказал трех лет достиг вот наш цель очень талантливый человек я еще раз об этом скажу когда мы все посмотрим и передадим обязательно ему привет да пожалуйста как случился случилось что я попал в россию интересная история моя супруга является дочкой раввина лазара после того как мы поженились он нам предлагал сюда переехать чтобы продолжать то что он супругой начали и таким образом получилось так что колумбийц переехал в россию я помню что в начале когда я сюда приехал было сложно в плане воспринимания менталитета местных людей потому что если отличать местных с теми людьми с колумбийцами мне лично было сложно потому что там намного теплее не только в плане погоды но я должен сказать что восемь девять лет спустя мне здесь очень нравится очень тепло и я понял одно что несмотря на то что может быть в начале с местными бывает так что они между скобками относятся к тебе холодно то когда дружишь с русским евреем это настоящая дружба и поэтому и настоящие я бы сказал евреи здесь живут во всех планах и поэтому мне так нравится здесь сейчас в москве давайте начнем вот с того в чью память все это здесь сделать обязательно конечно для тех кто не знает я не родился в россии так что первый язык испанский и родился в колумбии мои родители являются до сих пор посланниками любопытского ряда в колумбии южной америке так что я там родился вырос и там есть одна большая семья под названием фамилия рор мои родители познакомились с ними они помогают не только в колумбии а везде где только если хаббат вы найдете вот имя фамилия рор и они являются нашими тест не только спонсорами а друзьями когда мы сказали именно джорджу о том что мы собираемся тут открыть общину он сказал язык я должен тебе сказать кое-что я инвестор обычно я инвестирую только в одно место один раз где нет общины то тогда есть ведь хаббат но москве это большой город много евреев слава богу уже есть много где моя являетесь есть плакатами с моим именем но я бы хотел тебе сказать что благодаря твоих родителей благодаря им за который за все они сделали в колумбии я бы хотел чтобы ты являлся моим колумбийским представителем в россии поэтому он тоже и здесь согласился а спонсировать наполовину наши прекрасные помещения так что это одна семья джордж памела рор честь их родители дон сами и шарлот роль свет светла память их до центр рора в лофт любаевич был основан благодаря щедрости семье рор нью-йорк и с любовью посвящается памяти сами и шарлоты рор да будет благословенную партнер спасибо но с чего начнем но это только половина есть еще один партнер который тоже согласился когда он услышал о том что господин рор готов тут вкладывается он тоже сказал хочу и буду он является большим другом нашей семье господин аминов вот идея лофт любавича началось пять лет до того как ушла его мамы и очень много думал о том как честь чего назвать вот это помещение и можно сказать что это все от всевышнего что она ушла некоторое время до того как мы тут открылись и он мне позвонил и сказал айзек я уже знаю что это будет честь моей матери и поэтому вот в честь мамы давида вадима минова не назвали вот именно вот этот про пол а молильный зал молильный зал в лофт любавич был основан благодаря щедрости семьи аминовых и с любовью посвящается светлой памяти их матери полины семёновой перл песен бат шимон декабрь 2022 года кислеев 1783 года будет благословенную памяти сейчас мы находимся в молильном зале правильно я бы хотел сказать что этот молильный зал на самом деле это такой большой зал я люблю его назвать как многофункциональный центр еврейского еврейства потому что как вы видите вот мы сможем сейчас поставить стулья и помолиться как положено но обычно вместе собираемся молодежи по шаббатам столы тут поставлен для того чтобы все смогли покушать поэтому такой формат где все можно менять 1 тест моментально для того чтобы смогли воспользоваться помещению по максимуму поэтому здесь уроки можно проводить и фарбрэнген и для женщин и встречи для детей у нас слава богу много чего о которых мы потом рассказать или прямо сейчас но в принципе по воскресеньям у нас самый насыщенный день в плане всего потому что мы начинаем наш день с нашими детьми это воскресная школа продолжаем спали под митвы подготовки к паре под митвы для тех кто то есть скоро должен проводить этот отмечать этот день уже ближе к вечеру для молодых людей и поэтому вот мы должны были изначально сделать так чтобы здесь смогли все что угодно проводить и поэтому мы специально так оставили большим я бы не сказал пустым залом но таким красивым залом для того чтобы все что хотите можно план еврейства чтобы мы смогли это все здесь проводить я смотрю у вас даже предусмотрено отделение женского зала от мужского да так и есть идея вначале было в том чтобы и женщины и мужчины чувствовали себя комфортно то есть изначально вот это должна была быть мужская часть вот это должно было быть когда мы молимся и так и есть только по праздникам когда есть много женщин много мужчин одновременно то мы тут закрываем не полностью может попробовать да пожалуйста как это работает вот и специально сделали механическим образом для того чтобы и по шаббатам и по выходным то есть когда нам нельзя воспользоваться электричество чтобы мы смогли тоже самостоятельно все тут закрыть открыть элементарно то есть одним одним ноготочком до одним мизинчиком все это можно сделать все я просто посмотрел да как это было такая идея и все так фиксируется раз рассчитывается там внутри пола да и защелкивается да супер зато все слышно с другой стороны когда если мелодия песни так далее то есть мне было очень важно потому что слава богу я не первый еврей который переехал на ленинский тут слава богу много евреев но мы заметили когда мы сюда переехали что не хватает места где все евреи как семья могут приходить в синагогу что имеется ввиду обычно люди которые хотели помолиться то это только для мужчин только для тех кто более-менее соблюдает то кто ищет меня то для него есть меня меня это тест где 10 евреев ты собираются и помолиться а мне лично было важно я уверен что вы это тоже знаете что наше будущее это наш это наши дети как мы потерять как возможно придать нашим детям то что у нас есть внутри это только дома а каким образом мы сможем это сделать придать еврейство дома если мы всех подключаем к рис и поэтому нам было важно чтобы все сюда зашли дети родители состры мамы чтобы все смогли сюда заходить и чувствовать себя комфортно и таким образом помолиться как положено отпраздновать все праздники как положено и уходить отсюда с чувстве что вот это мое место поэтому изначально хотели чтобы все чувства себя тут комфортно как дома как положено здесь даже я вижу два входа из собственно два выхода мужской и женский до издано планировать то есть нет на самом деле изначально было вот были две отдельные помещения а то есть как вы заметили тут несущая стена одна помещение и вот второе помещение и вот эти как это называется входа нельзя их убрать по закону и поэтому после того как мы купили вот второе помещение мы поняли о том что есть вариант сделать так чтобы всем было удобно и поэтому получается так что да действительно и мужской вход и женский вход но обычно мы пользуемся вот этим одним потом а то есть изначально вы купили одно помещение потому что здесь видно прямо как бы она разделяется на две части на две очень похожие части да этот чуть поменьше вот это чуть побольше так и есть так и есть но в какой-то момент очень много разговоров с теми людьми которым продали это помещение и они просто снизили цену что не было возможно отказаться и тогда мы решили что да действительно и можем здесь сделать только не только общинный центр а микво тоже и таким образом получит чудесным образом у нас получилось так что у нас есть возможности тоже потом я вам покажу где у нас микво на втором этаже если бы остались только одно помещение не было возможно и сделать микво и общинный центр то есть получается что вы изначально купили одно помещение да а потом каким-то чудесным образом я просто вот на на свой язык перевожу от чтобы все это осмыслить случилось так что продавали соседние помещения я бы хотел сказать что изначально когда мы сюда переехали такие мечты чтобы у нас было и общинный центр и микво не было отец в голове даже но слава богу община поддерживает нас имеется ввиду все люди все евреи которые здесь живут им было так важно чтобы у них появился их собственным центром еврейства и не только чтобы каждый раз им пришлось доехать до меоца или до центра города несмотря на то что там прекрасный ресторан и там больше большие мероприятия так далее так далее но им было важно чтобы от их дома до центра еврейства не было так далеко и поэтому со временем я могу чуть-чуть рассказать с того момента когда мы сюда приехали до того момента когда мы сюда вот именно в этой помещении приехали 35 лет прошли и в этом промежутке мы поняли о том что нам здесь на ленском проспекта нужно намного больше чем просто одна двухкомнатная чем просто аллельный зал правильно правильно и чудесным образом слава богу да кто-то продавал второе помещение да наверняка ведь по хорошей цене как всегда у нас в евреях всегда только по хороших ценах это же худо это же худо сто процентов не бывает просто так чтобы все сложилось настолько 100 процентов нет ничего случайного а тем более если несколько лет назад это к вид это ограничение это финансовые страхи экономически и под этой несмотря на все мы открылись тест год назад в декабре не открылись и все были удивлены потому что никто не ожидал несмотря на на все события и к вы и спецоперативных далее и в какой-то момент нам сказали может быть прямо сейчас не стоит сделать такое открытие потому что все чуть переживают и право лазар сказал нет мы должны даст людям ощущениям и действительно как есть что все здесь хорошо еврейство развивается в россии так что ни о чем не переживаем все будет прекрасно и спустя год я могу сказать что не только растем ради лазар всегда говорит надо делать час и сегодня не надо ждать завтра не надо тянуть не надо откладывать если есть возможность сделать сегодня надо делать сегодня и есть потому что мы сегодня живем и слава богу что он есть наш наставником потому что по-другому я не знаю чтобы здесь было да да большой привет рабе со всей любовью спасибо вам большой привет вам такая интересная история как я выучил русский язык когда я сюда приехал мой тест в глаза мне говорил сказал четко айзек пожалуйста не сделать так как я поступил возьми преподавателю по русскому языку и занимайся пока это только возможно таким образом все еще занимаюсь есть к чему стремиться но слава богу и спасибо ему за совет что хотя бы могу разговаривать с вами сегодня и понимать что вы говорите но плюс ко всему интересный момент у меня второй или первый язык испанский мне очень сильно помогло в плане грамматики несмотря на то что он латинский мне помогло с русской грамматики так но мужскую часть давайте пройдем да давайте человек заходит обычно по шаббатам из центрального входа в гардероб в гардероб слушать какой приятный запах я смотрю вот я даже сфоткал у вас на входе вот такая же бутылочка чуть поменьше аромат израильский до израильский для того чтобы все знали ассоциировали вот именно запах и смесь и человек перебывается а потом заходит в маленьком зале вот так заходим у нас все сидурим вот тут сидурим это молитвенник человек подойдет возьмет молитвенник если он хочет талит возьмет тоже если это днем дневная молитва если вечерняя то только молитвенник возьмет и пересаживается пока мы начинаем нашу молитву это бима это бима я уверен что вы встретили везде в каждой синагоге из бима в основном бимами пользуемся для того чтобы читать тору поэтому она есть мы очень часто читаем тору методами два раза в течение недели а потом по шаббатам тоже поэтому три раза в неделю и специально специальный стол для того чтобы читать тору а это собственно арона кодыш да это арона кодыш у нас есть очень хороший друг когда ему сказал что нам нужен арона кодыш он сказал айзек я хочу чтобы был самым красивым арона кодышом в москве и я начал подумать потому что изначально была идея чтобы он был таким маленьким который передвигается туда-сюда как я вам сказал в начале говорил что нам было важно чтобы воспользоваться помещение на все он сказал нет айзек я думаю что для синагога важно чтобы было такой красивый арона кодыш и поэтому вот придумывали такой вариант на самом деле я так а что здесь написано рор центр лофт любович и это посвящен тоже самое вот семья росы мира и вот самое красивое когда мы открываем вот видно как красиво все выглядит с подсветочкой нечто похожее вот по стилю я бы сказал это в синагоге в сокольниках которые в лесу в этом один и тот же дизайнер да серьезно он он великолепен вот он великолепен да да у них на самом деле все наоборот вот это снаружи да и внутри вот такого рода и знаете ну что мне это напомнил яска вот когда мы начали говорить об этом дизайнере он каким-то образом взял вот это советская брежневская брежневскую эпоху советскую где вот приемные в как и псс все отделано шпоном отделано деревом вот он с одной стороны взял положил себе в голову этот стиль и с другой стороны вот это современный лофт утонченный все это переварил и выдал великолепные вещи правильно я я очень рад с тем что мы с ними все еще работаем потому что как вы знаете вообще не всякого бывает каждый день надо ему звонить чтобы подобрал чего-то другого поэтому нам в этом плане очень повезло а он делал только о какой душ или все все это вот этот же парень вот давайте передадим привет да как его андрей харченко андрей харченко второй раз уважаемый дорогой андрей харченко второй раз нам удалось насладиться вашей работой вашим дизайном вашими архитектурными шедеврами собственно красавчик можно закрыть это пожалуйста вот мы завершаем наш тур по мужском частью переходим к женскому тут в принципе то же самое но обычно нас больше мест для женщин чем для мужчин потому что слава богу у нас собирается намного больше женщин чем мужчин обычно и для них надо сделать так чтобы им было комфортно чтобы они чувствовали себя комфортно спасибо большое все нашим женщинам я в принципе вот это все что касается синагогой все что касается молитвой на праздниках как я говорил в начале мы разделяем на две части то есть мы закрываем вот тут посередину и мужской часть становится полностью с этой стороны а женский час с той стороны таким образом понятно что дети приходится со своими мамами я скоро покажу детского игровая комната где мамы может могут туда проводить своих детей сами мамы могут помолиться как хотят как положено а дети проводят время именно игровой комнате давайте зайдем посмотрим пожалуйста давайте чтобы потом не забыть портрет рыбы а что у него в ладонях если уже остановились я бы хотел вам показать и вы спросили почему что там внутри ручка редко да он держит что монетку монетку да ребя именно стоит при входе никвы в ручки на в кранхайце и он стоял при входе миквы чтобы передать людям стаку чтобы дали деньги в такой именно нам казалось очень уместным чтобы рядом с цедочностью и стоял такой портрет репе где он улыбается и несмотря на то что человек готов маленькую маленькую сумму большую сумму тесс така всегда с улыбкой поэтому специально сделали так и понятно что для нас для меня лично портрет репе очень часто люди спрашивают почему портрет репе зачем то есть как он влияет на вашу жизнь сегодня на самом деле я должен сказать лично что для меня репе причиной ради которой я здесь нахожусь только потому что он распространялся эти идеи что надо приблизить приблизить каждого еврея не смотря где он находится план еврейства и поэтому так получилось что колумбийц находится в россии занимается шлихутом приближением евреям к еврейства но ведь это и основная идея я понял это не сразу это же основная идея репе шлихут посланники любавического репе вот казалось бы ну посланник поехал там что-то сделал оказывается этот смысл и цель жизни все сто процентов да так и есть и и для нас то есть для меня важно мы же все люди когда ты заходишь и увидишь портрет репе ты понимаешь то есть иногда это как память для тебя и понимаешь и помнишь зачем ты все это делаешь потому что ты на иногда бывает что вот сложный день не все получилось как захотелось но заходишь и увидел вот портрет репе и вдохновляешься ты понимаешь о том что есть смысл несмотря на то что все сложности ты идешь по правильным путем и поэтому у нас висит такой большой красивый портрет репе для того чтобы не только вдохновил меня а все наши дорогие люди которые заходят в лофт мы были и в томске и в перми в северных городах и вот откровенно разговаривали с раввинами ну вот как над все таки там вот есть израиль теплая страна томск или перми там же ну там зимой невыносимо а они находят такие слова объяснения что ты понимаешь что это есть цель жизни что это есть смысл того где она они находятся собирать евреев а делать так чтобы они объединялись любить ближнего и все ведь делается как говорил и говорит берлазар что все вот что мы делаем вся тора это для того чтобы любить ближнего и для того чтобы ближним было хорошо и ведь этот это и смысл шлихута и еще я обратил внимание когда когда жена равену работа говорят что мы шлихуте то есть они ведь так и есть и и вот это вот зимы суровые там минус 40 бывает в перми в томске ты вообще и того больше должен перебивать потому что я считаю что все эти ребят сенс который находится везде на мой взгляд сделают намного больше да чем сам уравина то есть ли моем сердце так и есть первую очередь в шлихуте они то есть мы она они так и говорят мы шляхи я думаю как то вот а потом я понял что что так и есть действительно я не знаю откуда у них такое такие силы для того чтобы именно по таким путем но я знаю что это благодаря репы поэтому огромная работа а он в ладонях смотрите у него там раз монетка то есть он раздавал монетки людям до людям детям в основном для того чтобы они знали ты возьмешь эту монетку добавляешь свою и передаешь в стаку идея всегда была репы чтобы когда два еврея и в целом когда два человека встречаются чтобы что-то хорошего получилось от этой встречи чтобы это не было просто так и поэтому не встречаемся я тебе придал доллар чтобы ты до отдал это долларов таку то есть именно в этом идея чтобы не не был никогда не было такого что мы встречаемся просто так без смыслов и поэтому он стоял передал и вот сам мальчик понял о том что мне сейчас нужно от себя что-то сделать в плане стаку уметь свод и так далее именно в этом и заключается идея вот и ведь эти монетки и доллары по доллару которую он давал вот у многих людей эти доллары хранятся как свечи священные реликвии как самое святое в доме обычно то что люди сделали они хранили то что сохранили то что ребя им отдал несмотря на то что я бы сказал доллар он мог другие до обменяли так сказать вот и вот сам доллар осталось у них то же самое у меня у меня слава богу получилось что я был у ребя три раза получил три доллара и несмотря на то что я был маленьким я просто встреча прямо из его рук доллар у меня есть 3 доллара я требую мне есть классно так что да так теперь детская комната до заходим ухты заходите пожалуйста ну мы так с краешку чтобы не топтать потому что мы с улицы большие окна потолки 20-метровые можно сказать что это не самая большая детская комната но детям здесь очень нравится понятно что мы у нас все еще идеи как тут сделать так чтобы детям было интереснее но на данный момент нам это очень сильно помогает с тем что у нас по праздникам и в целом дети могут сюда захотеть развлекаться и проводить время здесь пока родители занимаются в основном залы учением тор и так далее молитвы да ну вот опять же хочу сказать вот другой бы сделал бы второй этаж и вот такой красоты таких потолков не было бы а здесь совершенно по-другому дышится отсюда выходить не хочется я понимаете я сам бы здесь играл классный вот окна до низкие но можно чуть поднять да пожалуйста окна в пол да классно я должен сказать что даже родители здесь вдохновляются когда они не знаю хотят отойти от урока то они тоже сюда заходят и что-то дыхают детям здесь хорошо так а это что за 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 фотографию кто здесь изображен можете раз да пожалуйста опять идея была в том чтобы все увидели себя это не дом раввина это не только синагога для раввинов и для соблюдающих это место то есть это называется лев любавич твое еврейское место и нам бы хотелось создать вот такую атмосферу чтобы каждый человек который сюда приходит или приходил чтобы он увидел себя чувство себя здесь как дом и поэтому от всех наших я бы сказал мероприятие мы подобрали несколько фотографий нескольких нескольких людей конечно спросили у них если не готовы и все согласились таким образом у нас есть женская группа людей потом детские программы мужской вечер всех возрастов до молодежь молодежь это здорово это очень хорошо молодежь молодые лица светлые открытыми с вами понимаем когда мы заходим я увижу себя на стене то есть понятно что я уже чувствую что это мое место и хочу почаще приходить именно в этом и заключая вот заключается вот такая идея так вот вас я вижу я договорился что вот раз всего на двух фотографиях потому что я чаще всего здесь бываю я уже чувствую себя здесь комфортно так что мне надо слишком много фотографий тебя а это помещение пожалуйста я сейчас нужно заходим везде его тут у нас еще я бы сказал маленькая переговорная комната где проводим когда есть меньше десяти людей даже детей то мы проводим именно уроки здесь тоже неформальное образование вот в этой комнате и в принципе позволяет нам чтобы мы разделились по многим комнатам когда необходимо здесь тоже все дуры все дуры скоро у нас появится больше книг слава богу есть фон 770 в москве они одобрили нам много книг еврейского еврейского контента надо просто получить и расставить и тут опять и от такая же история такая идея чтобы когда человек зашел понятно что обычно на молитве но не всегда и даже когда с человек заходит на молитву он не всегда умеет читать и поэтому хочется чтобы было разнообразие чтобы человек нашел что-то для себя для души и поэтому здесь будут еще много книг для разнообразия от народа на педа а вы умеете играть я не очень но мои можно посмотреть пожалуйста открывай но это целая наука играть в народа наша молодежь а вот она пошел они по шабатам играют приходит у нас очень много таких настольных игрушек для того чтобы они наслаждались наслаждались по шабатам бросьте косточки 2 1 4 1 и ваш последний ход давайте попробуем 6 3 очень красиво исполнил иногда молодежи приходят на шаббат и они здесь останутся допоздна я могу спокойно идти домой и на следующий день охранник не говорит о том что они сидели допоздна играли и это тоже действительно именно вот такой цель был создан лов для того чтобы люди смогли собраться смогли чувствовать себя здесь именно как дома и это повторяю очень часто потому что так и есть ну это важно конечно у нас еще переговорная комната где мы чашек цифр встречается для уроков она побольше в плане помещения так что заходим пожалуйста так вот я уверен что вам известна программа старых яхот они предлагают молодым людям свой с 18 лет до 30 лет в москве чтобы они раз в неделю приходили на урок торн и в конце года они куда-то поедут в этом году мы поедем в таиланд у нас на районе есть то есть я бы сказал в нашей группе есть 50 участников из которых 35 собираются в таиланд и мы каждую неделю встречаемся именно вот здесь и занимаемся учением тор я бы сказал но мне важно чтобы не просто зашли чтобы галочка поставить и поехали в таиланд не важно чтобы когда человек зашел ко мне на урок чтобы кое-что осталось в новом голове и поэтому очень часто мы пользуемся экраном и придумываем всякие интерактивные такие штуки для того чтобы подключить их к теме урок и для того чтобы они действительно не только вот пришли ушли чтобы пришли и чтобы подключились и чтобы ушли с мыслями голове а то что тора это не только такая штука которые получили мои предки не знаю сколько лет тому назад а это актуально мне сегодня сейчас и поэтому так важно чтобы то есть я очень сильно работать над тем чтобы передаст им эту информацию чтобы чтобы они вдохновились вдохновились именно нашим уроками а вот вы говорите интерактивные штуки например вот можете какой-то пример у меня нет компьютеры компьютеры рядом с собой но не всегда их не всегда но часто разделяем их на две группы на команды для того чтобы они сказали свое мнение по поводу темы которые я хочу обсудить с ними и очень часто мы пользуемся экрана для того чтобы они показали то есть через телефона несмотря на то что все думают что телефон это запрещено то есть плане тор и все что касается ли айфонов макбуков и так далее на самом деле нет мы можем интегрировать все их устройства для того чтобы они подключились которые поэтому очень часто то есть я уверен что вы знаете что есть много-много таких программ онлайн где можно придумывать всякие игры интеллектуально так далее таким образом это не только что я говорю они слушают во время урока они тоже говорят я слышу то есть их мнение и таким образом есть такой-то я бы сказал интерактивный момент и таким образом я думаю что информация намного больше сохраняется у них в голове а есть вы сказали 35 едет а всего 50 вот есть те кто приходит но говорят мы я не поездок да таких есть потому что да я их я я всех люблю но да действительно потому что не смогут по разным причинам некоторые сработают некоторые учатся допоздна некоторые не смогут есть еженедельно приходить и поэтому вот такая то есть мы тоже им предлагаем чтобы они смогли участвовать и конечно чем больше тем лучше так что приходите классно так и вот сюда на экран выводятся какие-то даже интерактивные игры а например там с моего там смартфона я могу что-то вывести да конечно вот очень часто мы пользуемся кахут я уверен не знаю если зрители услышала поводу кахута но кахут это вот такой формат онлайн ты вводишь всю твою информацию все вопросы как ты хочешь именно играть и на экране показываешь а все остальные могут участвовать через их смартфонов кахут называют кахут проработать это это я бы сказал программа больше чем приложение кахут очень такая крутая программа и очень часто пользуюсь а просто ее можно там найти и скачать себе очень вообще не про это очень просто кахут так что если хотите да в игре изучать тору пожалуйста как кахут это не только к тору я просто взял вас нашел то есть я уверен что все знают это не только связано story я всю информацию в планы моего урока выгружу в этом кахут и пользуюсь кахут для наших уроков но другой человек может воспользоваться какую-то еще лучше так здесь я увидел то что мне очень понравилось это кухня я не знаю это самая стильная кухня по крайней мере абсолютно точно то что касается общинных центров или синагог но и наверное просто в квартире или в доме как бы тоже за него в одну из первых мест очень часто у нас есть мал молодые такие люди которые приходят и во первых мне важно чтобы покормили их почему потому что когда человек голоден то есть он не готов ни к чему поэтому важно чтобы было хорошая вкусная кошель на питание и плюс ко всему очень часто у нас как я говорил женские такие мероприятия детские тем не именно занимаемся мастер-классами по подготовке еды поэтому мне было важно чтобы была открытая такая кухня чтобы даже маленькие дети смогли сидеть и готовить все что нужно но духовке есть много потому что то есть как обычно обычно где-то за дверью открывается дверь и там где-то вдалеке есть кухня квадратная значит мясная или там условно мясная но вот а здесь все открыто все на виду это ну такой концептуальный подход совсем я просто к тому что мое мой подход ко всему все открыто нет никаких секретов нет никаких кухни за стеной все здесь готовится ты хочешь покушать кашина вкусно пожалуйста приходи на кухню и ты можешь все что угодно готовый раз плита два плита здесь мастер-классы тоже можно же проводить правиль тут очень удобно там камеры ставятся все здесь ведущий шеф-повар все-все не нам не для много для много народа но хотя бы на высказал 20 людей тут спокойно можно организовать такую такой мастер-класс но это сейчас просто важно сказать что это молочный и тут мясной потому что кошельная кухня всегда разделиться до между ними поэтому было важно чтобы раку за это только молочный продукт да и вот тут не столько мест и то же самое с духовками вот тут у нас мясные духовки и с той стороны молочные и все наши ребята знают где все находится так что человек заходит и чувство себя опять комфортно как дома ну поэтому здесь четыре конфорки потому что все-таки а мясное предполагает больше термообороны а здесь молочный но пожарить сырники например да там много-то не надо правильно или областься на самом деле для пиццы нужной духовкой или оладушки у нас все дети которые ходят на постоянном основе на все наши воскресни я бы сказал школы мы тоже хотели чтобы они увидели себя и поэтому все лица наших детек находятся на этой стене большинство я бы сказал а ваш есть здесь вот этот тут мой сын мэнди моя дочка и вот еще так мэнди вот мэнди ему а 5 5 5 5 5 мэнди 5 это голда голда и 8 8 и вот хай они 10 лет все остальные наши прекрасные дети которые приходят на программа джей фьючер воскресная школа по воскресенью и видите у нас тоже есть не такие мероприятия с детьми потому что не всегда все хотят именно учиться по воскресенью поэтому раз месяца у нас такие без нее мероприятия для них специально а у нас тоже есть второй этаж именно внутри малиного зала я бы сказал я бы хотел вам показать то что там и есть большим удовольствием а это пожарный выход я так понимаю это пожарный выход и когда у нас большие мероприятия когда надо заказать именно из жуковки из других ресторанах труду еду приносит через эту дверь чтобы не пришлось через всех наших гостей заходить как все продумано а лестницу тоже андрей харченко да ай молодец приветствую вас на второй этаж в принципе тут немного чего потому что изначально мы смогли только до 40 процентов достроить второй этаж и мы хотели это воспользоваться для миквы поэтому с этой стороны немного есть с этой странице мы веду очередь центрального входа потом я вам покажу микро а почему только 40 процентов от каких требований закона да так и есть с точки зрения закона до 40 процентов можешь расстроить второй этаж после здесь больше 40 процентов почти невозможно но я не знал да ну что это за 2 так вот я всем я говорю супруга что это моя игровая комната игровая игровая потому что очень часто сюда прихожу заходите вот здесь прохладно 10 градусов да тут специально поставили кондиционер даже зимой потому что здесь становится очень жаркой и из-за оборудования и тут все наши виды видеонаблюдения весь наш интернет в принципе все что касается миквы и так далее все а вся оборудование находится вот именно вот здесь и управляется через того компьютера и то есть это можно сказать что серверно да да а это все там сигнализация пожарная сигнализации да 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 у нас два кондиционера с двух сторон и чтобы не постоянно один работу видите у нас такой автомат который переходит между кондиционерами давайте я покажу здесь даже есть аппарат аппарат который переключает автоматически между двумя кондиционерами какой из них будет работать да да чтобы не постоянно один работа чтобы не отключился внезапно и тогда на следующий день приходим и тут не дай бог пожар поэтому вот все было придумывано таким образом с таким оборудованием даже можно биткойны мани что главное здесь вообще я бы сказал что людей люди это самое важное плане общины потому что без них нет общин и поэтому как мы уже с вами говорили по поводу по поводу того сколько насколько мне лично это важно чтобы когда человек сюда заходит любой человек любого возраста чтобы он чувствовал за себя комфортно как дома и поэтому я считаю что те чувства которые выражают выражаются у него или у неё в голове пока они находятся внутри здесь это то что помогает им продолжать свой путь в еврейство хочу маленький такой тур сделать по моему офису я редко сбиваю потому что как уже много раз говорил я люблю встречать людей на первом этаже малином зале на иногда приходится сюда приходить для того чтобы зайти для того чтобы поговорить лично так что заходы пожалуйста очень стильно а можно поднять хотя бы один совсем по-другому я хотя бы до половиночки не до конца можно так часто открываем но действительно совсем по-другому да прям воздухом наполняет и самое интересное с улицы не видно внутри когда я сижу по ночам даже когда свет включен ничего не видно то есть понятно что тень виден но человек очень сложно увидеть улице и это важно это специальные какие-то окна да 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 крепкие бронированные самый важный портрет у меня в офисе опять потребны но вот мне очень нравится этот портрет потому что здесь увидите что большинство посланоков время любописка время который собираются раз в году может быть вы меня найдете так но здесь бывает даже я слышал до шести тысяч человек правильно так и есть здесь шесть тысяч человек пять тысяч на фотографии 5000 но зал который находится внизу я знаю что вмещают до 6 там больше даже да так все знакомые лица да я в шапке в черном в черном черном в черной одежде но раби бар лазар я сразу я я знаю где он сидит всегда так 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 мне почему-то кажется мои дети когда они сюда приходят им очень нравится вот найти меня заново так но давайте начнем с того что левая часть с правой стороны вы справа я должен сказать что я тоже очень долго искал себя вот да да так есть это все шлей ахи любописка уреба по всему миру это кто-то приболел кто-то не смог приехать там но вот прибавим еще тысячи четыре да да то есть как я бы сказал что на самом деле точная сифра не знаю вообще никто не знаю знаю конечно знаю я могу погуглить но без телефона сейчас точно сифра есть потому что есть руководство которое там занимается давайте еще кого-то найдем для телезрителей сейчас я попробую помочь а сейчас подождите 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 это 2016 год давайте попробуйте помочь не знаю были вы или вы на общем нарбате а вот он рядом со мной стоит сейчас попробую найти кого-то еще а мочи вайсберг должен быть он должен быть вопрос где эта рубрика такая надо снимать картину спросим у него где он был что вы делали в шестнадцатом году где вы решили вы какие наклейки можно посмотреть пожалуйста возьмите вот тут нет худо без комы нет худо без комы это у нас у нас много из наших программах есть горские евреи и мы раздаваем вот такие наклейки вот одно из них не худо без комик или вот такие чтобы он ли кошер братва нет худо без комы нет худо без комы айсэй шаббат юсэй шалом молодежи это очень актуально не приклеивают на смех на упаков коми авто шаббат то есть не звоните во время шаббата в принципе мазал так изначально я просто чуть расскажу изначально не должны было бы поехать в южной африке с этой программе старт я ход но к сожалению среди события туда не поедем вместо южной африка таиланд так что могу подарить вам спасибо большое спасибо наш логотип круто спасибо большое этого так в принципе все весь материал которым я пользуюсь для того чтобы подготовить все мои уроки вот тут много из чего так а это какая-то вот этот диплом это серьезная какая-то бумага по моему да на самом деле это диплом который я получил при совершении моих я бы сказал обучение для того чтобы стать раввином получил вот диплом это смеха это смеха до сертификат смехи я обучился в австралии его там получил от них сертификат а кенгуру видели к груда 1 1 1 1 1 1 1 нет не дали нам слишком много времени чтобы проводить самостоятельно поэтому только один раз увидел кенгуру по дороге по дороге то есть мы ездили тест это было пурим том году нас пригласили в другой город не туда съездили и вот впервые я взял машину потому что там с другой стороны и вот эту машину и вот прямо на улице по дороге увидел вот кенгуру а теперь хочу вам показать очень важная система оборудования внутри нашей помещений когда вы зашли почувствовали поднюхали вы запах и бассейна запах хлора не было да потому что во всех бассейнах спортивных клубах только в спорт клуб заходишь чувствуется запах бассейна а мне было важно чтобы люди когда они заходят именно к нам в лов ловить чтобы они не почувствовали почему потому что они всегда это приятно и поэтому мы специально отдельное оборудование приточечная система вентиляции поставили того чтобы разделить между двумя этажем я бы сказала для того чтобы 1 а подключилась к первому этажу а вторая книга и поэтому я вам покажу ого это все ради миклы да пусть и ну тут как написано в наших книгах если нет миклы продать тору такие так есть насколько на тор продать чтобы купить миклу на промыклом есть много чего рассказать потому что действительно это расскажите дело расскажите я удивился тыс когда мы построили миклу мы думаешь это будет как то есть раз два в неделю что женщины с района будут приходить с момента когда мы открылись каждый день по 45 человек пользуются миклы это не я бы сказал это светские люди которые только что взяли себя заповедь мику потому что стало ближе раньше надо было доехать до меоца то есть который в другой конце москвы или до жуковки это 45 минут только в одну сторону потом проводишь там время еще часа потом обратно домой это сложно для всех и поэтому когда вашего твоего дома есть миква очень часто люди приходят и на то есть просто я удивился в хорошем смысле сквозь только сколько людей согласились взят на себя вот эту большую заповедь миклы но это специально было не должно да 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 все расскажу когда мы заходим туда для то есть чтобы было видно о чем идет речь но собственно главное что мы еще не видели эту миклу до то что переходим клик и сейчас я могу сказать травец спрашивает стоит ли показать санузел я уверен что стоит здесь санузлы как в гостиницу украина в пятизвездочном отеле давайте я вам покажу идите это интересно мужской женский мы не имеем права заходить но мужской я бы показал все-таки это важно я узнаете иногда по качеству салфеток в синагоги могу определить или пап по качеству мыла которая к тебе на руку попадает ну как бы хозяйственные отношения это тоже важно комфорт это тоже важно я согласен загляни заглянем давайте секунду то да 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 вот посмотрите я вот здесь двери закрою вот это я это я видел в гостинице украина пятизвездочном лакшери супер-отеле посмотрите а это в синагоге я вам как говорит скроется в деталях там вот приятно держать в руки вот пожалуйста смотрите здесь даже мыло для рук кошель классно перед тем как попасть в микву я бы хотел вам показать именно как микву выглядит с этой стороны я думаю что вам будет интересно это выйдет с большим удовольствием пожалуйста то есть это само оборудование да именно оборудование и бассейн снаружи заходите пожалуйста этого ничего не было не было не было никогда и даже вот это не ничего это все вы заливали отдельно бетоном с арматурой все усиливали такие а вот это я так понимаю сама чаша миквы бетонная да и даже заметно что вот лестница с одной стороны лестница с другой стороны я покажу уже на втором этаже но там будет боль более понятно что сейчас тут показал и этого тоже этого все тоже не было не было все делали вы гигантская работа просто гигантская все с сеточкой все грамотно через три ряда сеточка а даже здесь хотя в жилом помещении делать не обязательно все равно смотрите этот сетка не чистая специально для того чтобы держалась вот эта стена из из пеноблока все сделать через каждые дворяга так вот давайте сейчас покажу микву на улице и походы я кое-что расскажу несмотря на то что некоторым может быть сложно с тем что невозможно попасть микву через главного входа тем не менее для женщин которые пользуются миквы очень важно чтобы они знали что чужих людей имеется ввиду тот кто не пользуется миквы чтобы туда не попали и поэтому специально сделали так чтобы отдельный вход чтобы с улицы чтобы далеко чтобы никаких таких дверей между двумя помещениями ним не было чтобы когда женщина туда заходит даже впервые чтобы она чувствовала себя комфортно что никаких тест чужих туда попадут не сможет ну да и вообще насколько я знаю женщина любит тихо спокойно чтобы такие где-то там в сторонке чтобы там был приехать спокойно и как бы там и поэт остаться один на один со всевышним правильно так если поэтому несмотря на то что нам тоже предлагали чтобы мы купили помещение с другой стороны правило за сказал что лучше всего с этой стороны потому что здесь тише меньше людей и миква обычно по ночам и поэтому вот здесь право тихо спокойно человек заходит нику так что давайте внутренне купаться точно не будем но показать могу классная система хоть вижу китайцы но это лакшери китайцы и тут очень важно тоже медведу заметили тоже с другой стороны из виде наблюдения когда женщина выходит тоже она нажимает там кнопку для того чтобы на втором этаже там консьержка сидит смотрит никого здесь нету чтобы она открыла ей дверь чтобы она тоже когда она выходит из микро чтобы она не чувствовала что кто-то там стоит рядом это все в плане бежо продумано умный дом хотите захотите да значит заходим в микро и тут я бы сказал чуть другой стил не промо вот лофт но это было важно чтобы более вот такой женского женского рода чтобы здесь почувствовался давайте отметим тех людей которые это все это сделали да обязательно первую очередь поблагодарить фон 770 главе господин юда давидов который вкладывался в нашу микро несмотря ни на что просто потрясающий человек так что спасибо ему большое у нас на районе есть один прекрасный человек его зовут господин борох стискин он тоже очень много чего сделать для общины при миг ему у ровшимана краснодомского и он услышал о том что мы собираемся здесь построить микву и он сразу сказал да я хочу быть часть этим этого микро и поэтому он тоже тут пожертвовал борис маркович борис маркович действия он по-моему а помогал и делал ремонт синагоги ему правильно центр роста так и есть так и есть вот уже у рафа шимана у рашина краснодомского краснодомского и причем шиман рассказывал что вплоть до того что он даже сам выбирал отделочный материал ездил там на рынок с кем-то там договаривался и так далее он потрясающий человек и у нас еще один прекрасный человек господин хайм турпиашвили он живет в израиле грузинский еврей я бы сказал он тоже когда он слышал что мы в юг москви собираемся открыть микву что мы собираемся построить он сразу сказал да я хочу подключиться и благодаря всем этим людям слава богу люди могут сюда приходить и выполнить эту митву как положено это микро построено в заслугу яны дочь татьяны эден дочь яны мирян дочь яны турпиашвили благодаря щедрой поддержке хайма турпиашвили пусть заповеди исполняемые с помощью этой миквы станут заслугой перед всевышним для баруха бен мэра бориса марковича стыскина и его семьи мэра сони симон ноше мэр александр александр рифка анна иосиф барух леви михаэль яков адель строительство миквы в бэйдхабате лофтхабович произошло при поддержке будет варить нам фонда 770 вот такие дела да слава богу так вот человек заходит зимой бывает иногда холодно то можно присесть чай кофе что-нибудь пить человек заходит сюда и обычно есть женщина который сидит за этим столом принимаете и он передает ей все что нужно для окунения в миквы если есть много людей то есть место где можно располагаться поэтому вот так сделали чтобы всем было действительно комфортно уютно на внутри миквы а было нет сидит здесь полонить плюс то есть есть полонить и я тоже консьержка есть человек который все время тут сидит я вам показал иногда когда человек звонить улице тут светится можно увидеть если человек на улице нет ли и то же самое увидеть человек внутри который должно выходить и поэтому нужно чтобы человек постоянно тут здесь сидел и она тоже отвечает телефон 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 я скоро покажу это как домофон внутри наших помещениях где где женщины готовится я не отвечает телефон чтобы сказать было нить куда подойти и кому помочь значит сейчас приходим в комнатах где женщины готовится сначала просто показать вот тут набор всего что нужно для миквы полотенце маленькие полотенце коври для души в принципе все что нужно для того чтобы наслаждаться внутри миквы сюда это обычно в конце после окунения миквы я покажу что мы сделаем сначала вот сюда так а для понимания это и есть те стеклянные окна второго этажа которые мы видим из молельного зала все верно несмотря на то что через них ничего не видно но даже те человека виден по ночам когда ты свечи включены поэтому мы плюс ко всему поставить тут рулени для того чтобы не обнаружили человека который находится внутри миквы то есть мы заходим в синагогу в общинный центр и вот на втором этаже мы видим у да как раз они правильно вот так и есть человек это одной из двух подготовительных комнатах комнатах при никвой вот человек заходит все что нужно вот и душевая кабинка в зависимости от того что нужно то с этой стороны есть душевая кабинка и в принципе душ душ даже халаты посмотрите и понятно что бывают разные размеры в зависимости от того что хочет человек и весь все что нужно для того чтобы подготовиться есть находится с печатом и в принципе все что касается миквы все что нужно внутри вот здесь здесь основные выдержки потому что я видел целые книги посвященные микви тому как 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 правильно к не готовится да это просто чтобы не забыть снимите все украшения очки контактные линзы и так далее там повязки пластыри снимите косметику лакс ногтей нужно снять обязательно вычистить зубы прополоскать рот ванна с теплой водой и так далее и так далее здесь целый список поэтому важно если надо пройтись по списку это займет время и хочется чтобы человеку было комфортно и поэтому вот так у нас небольшая комната для того чтобы то есть готовится топлива у нас тоже есть зимой бывает холодно то важно чтобы когда человек заходит сюда с улицы чтобы он чувствовал действительно что тут комфортно это теплый пол да значит я быстренько покажу с этой стороны как заходить мигу а это мы заходим женской стороны или с мужской это хороший вопрос у нас только женская микро то есть сюда только женщины приходят то есть можно сказать что нам повезло потому что без камеры мы бы сюда не попали никогда если вы заметили у нас идет наблюдение внутри вот именно никого нету только при входе потому что не хочется что да по понятным причинам просто показать вот а вот он задается никогда человек готова ходить мигу что вопроса идет трубку и баланик подойдет самое интересное было баланик не суда зайдет она ждет она заходит через того дверь и стучит вверх и открываете и дверь для того чтобы она зашла в лодку значит знаю если слышно я хочу тут отключил на минутку это вы с телефона выключили воду в мире я именно у нас сейчас идет фильтр потому что вечером придет при приходят человек людей люди и не очищаем вот воду течение дня и подогреваем тоже я просто хотел для того чтобы было слышно что мы здесь говорим отключил все через телефон приостановили очистку до с телефона сушки как вот я не знаю вот когда мы были маленькие для меня телевизор в машине какой-то как он работал я не знаю вот или электрические стеклоподъемники в автомобиле это было что-то что нельзя было объяснить а если еще и автоматическая коробка передач как она переключалась я не понимал вот меня удивляло три вещи и вот телевизор в автомобиле это вообще было ну что-то вот с марса а сейчас вы с легкостью берете мобильный телефон выключаете воду слава богу слава богу это возможно сотрясающе становится легче и здесь получается одновременно могут находиться там две женщины как бы из разных час минутку одновременно значит в этих комнат да внутри бассейна только по одному то есть сюда мы пускаем только один человек и обычно бывает баланит баланит это женщина которая сопровождает в микву но одновременно да находится вот с двух сторон и сейчас покажу второй комнату где вторая комната где готовится можно подготовиться к миг а принимают лежа может папа погружаются в воду лежа или сидя 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 и специально вот соответственно для того чтобы не было вот обойти из той стороны заходить несмотря на то что объем воды больше из-за того что есть больше лестнице но ведь мы видим вот та часть которая подводная она по объему примерно такая же как и надводная да потому что там вот туда где мы заходили на первом этаже там же чаша гигантская просто тут чуть поменьше на самом деле интересно она только квадратные вот и тут тоже видно если взглянуть там два дырки через них сразу в дождевую воду где собирается дождевая вода и вот это та чашка который мы видели на первом этаже потрясающе да то есть вот там под полом еще большой резервуар 2 находятся и на самом деле нас еще 3 резервуар сейчас покажу именно каким образом и собираем дождевую воду внутри потому что нет никаких окон вот тут а как дождевая вода туда попадет сейчас покажу но перед этим может быть показать вторая подготовительная давайте пожалуйста с большим удовольствием вот тут тут чуть побольше плане всего вот здесь немножко по-другому все да потому что у нас тут ванная и обычно невесте которые то есть впервые приходят никого перед с вами они выбирают вот именно вот эту комнату потому что есть больше места придвигаться и в целом вот вторая подготовительная комната для миквы посмотреть какая ванна шикарно там душ здесь вам здесь ванна и да все загоразливается принципе то же самое человек заходит и все что нужно для того и топливом понятно теплый пол и вот эта дверь ведет микву сам бассейн да с другой стороны да видите вот так идея в том чтобы человек который готовится вот здесь сразу пошел в микву с этой стороны и с другой стороны то же самое чтобы не слишком много надо было ходить какой же это труд все это сделать это ему не достижимо а теперь я бы хотел быстренько показать тут пахнет как не очень вкусно работает сбор дождевой воды да это самое интересное давайте за нами тут у нас труба это в принципе конец той трубы которая проходит через все помещение и на заканчивается вот здесь потому что она заберет воду из козырка помните когда вы сюда зашли там козырок над вами был и мы там собираем воду дождевую и он вот собирается вот здесь самое интересное когда нам нужно поменять дождевую воду в микву то мы открываем внизу резервуара если заметили вот тут и вот отсюда до нижнего бассейна вся дождевая вода наливается и таким образом получается что когда человек окунается в микву он окунается в дождевую воду и в принципе все остальное это оборудование вот фильтр подогреватель а человек все сделал зашел в микву готовите домой обычно человек подойдет сюда чтобы сделать омывание руки и нам было очень важно я бы хотел вам показать а человек очень близко к нам который помогает нам всегда но именно тут в течение года именно скина финансовом плане чтобы мы смогли все сделать по максимально в течение года так что спасибо нашему вадиму жору за его поддержку обслуживание миг вы пять тысяч восемьсот семьдесят четвертом году было возможно благодаря щедрой поддержки абраама ашера жорова в память а его матерей в герше пусть заповеди исполняемые в этом микре станут заслугой для ее души и для ее потомков амэн и законок то надо платить действительно да здесь люди думают о том что строительство то есть все готовы то есть складываться а то есть закончили строительство теперь что все же в существе и поэтому очень благодарны ему за то что согласился в этом году помочь нам поэтому да пусть душа ее поднимается выше и выше рады всех нас авраам спасибо да сейчас такие я бы сказал сложный период и очень много мнения по поводу все то что происходит в мире и я думаю что самое важное объединиться и прийти к выводу что в конце концов мы одни несмотря на то что как я думаю как я воспринимаю все что происходит большая проспа ко всем евреям в целом больше любви чтобы действительно меньше споров и это действительно сделать нам нас лучше так вот в принципе вот маленький тур это не маленький а большой тур и вот пусть заткнут уши все равины которые нас смотрят но это очень красиво надо стать пошире нам уже стало здесь мало поэтому надо расширяться сколько любви сюда нужно сколько вложено сил сколько знаний сколько современных инженерных систем налажено я конечно я я под хочу сказать впечатление но самое главное это люди до 100 процентов которые сюда приходят молодежь и уникально что больше женщин чем мужчин это конечно тоже редкость большая я думаю что это хороший знак равен лазар всегда говорит повторять эту шутку по поводу я даже забыл все детали по поводу того женщина который пришла жалоба сай либо ему и ответил о том что у мошера бену только была одна мама правильно значит тыс нужно только еще одна женщина чтобы пришла своим ребенком это уже наше будущее поэтому помните когда мы стояли около портрета рыбы и говорили о шлихуте и встал вопрос для чего для чего все это когда я записывал интервью с рабе лазаром рассказывал как было здесь девяносто девяносто первым когда он сюда приехал только он говорит было настолько сложно что вот одна курица остается а надо еще и и растянуть до конца недели потому что кошерную курицу в течение недели можно не найти то есть это было чистое но вот чистое золото потому что кошерного вообще ничего нет я у нас просил а вот не говорила вам супруга борь вот раньше все вот 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 ради чего вот что что мы здесь вообще делаем он говорит ни разу не сказала я говорит наоборот всегда говорят все будет хорошо все будет хорошо надо потерпеть потом все будет хорошо вот они с 90 года и он оказался прав все будет хорошо не только у него он имел ввиду все хорошо у всех евреев у всех евреев россии у всех евреев мира у всех евреев которые приезжают в россию которые уезжают и все равно сюда возвращаются вот это один из показателей вот если взять те слова которые он говорил в начале 90-х когда есть нечего было он говорит у нас в прямом смысле нечего было есть но он верил и вот это вот квинтэссенция всевозможного что можно было только себе представить вот если я такую параллель приведу за против вообще не против я только согласен я бы хотел даже добавить я по секрету расскажу вам что моя доль моя супруга является ее его первой есть 2 дочери и она помнит все эти года и ни разу не услышала не чувствовала что что-то было не так поэтому он сделал так чтобы дети не переживали вот даже в 90-х поэтому я думаю что если он говорит что все будет лучше я уверен что так и будет здесь россия да в том числе благодаря конечно худо ему средства развивается живут здесь комфорте развиваются достигнут еще очень мы стали я думаю что место где все мои друзья много из тех которые являются раввинами за рубежом смотрит на нас и говорят что мы хотим именно как у вас не только в планы здания всего но именно в планы людей поэтому есть к чему стремиться слава богу что так и есть правда спасибо большое что нас сюда пригласили я под впечатлением честно говоря я думаю что телезрители тоже вот пропитаются и проникнутся вот тем что мы сегодня увидели будут оставлять свои комментарии собственно и будут делиться друг с другом вот этим нашим специальным репортажем можно я вас обниму ради спасибо большое спасибо спасибо что уделили время я бы хотел вам подарить маленькую час нашего лофта чтобы вы про нас не забыли вспомнили и чтобы почаще приходили могу конечно спасибо о шикарно тут кипа нашего битхабада лофт любавич и твое еврейское место москва россия спасибо большое ради носите с удовольствием до последние это из кисловодска рада киева подарил но спасибо большое ради спасибо что пришли я бы хотел поблагодарить герману захараевичу за все что он сделает москве для наших горских евреев и целом для всех евреев москвы я горжусь тем что у нас на ленинском проспектке живут очень много горских евреев они являются важным частью нашей общины и поэтому я бы хотел обратиться к нему с благодарностью за все что он сделал делает и сделает для всех нас и в москве и в россии и во всем мире так что спасибо вам большое за все спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! об Kinana rent скажи и ж Продолжение следует...